привет ребята сегодня мы с вами будем рисовать интерьерчик с ограниченной палитры здесь я выбрала такой лаконичный интерьер современная очень популярная такая вот эта тема кожаная мебель черные текстиль до абажуры портьеры и светлый натуральный пол вот эти растения это все такая эко тема мне последнее время нравится рисовать ограничивая себя цветовой палитры то есть выбирать рисовать скетч там тремя четырьмя цветами вот предлагаю в эту же тему попробовать нам сейчас и поработать мы можем начать с того что построить эскиз карандашом либо воспользоваться светлым линером у меня есть вот такой линер от копика светло-серого цвета им очень удобно делать построение и либо можно взять механический карандаш я буду делать светлым линером и так по референсу у нас с вами перспектива угловая то есть мы можем сказать что здесь вот в левом углу мы видим с вами как раз вот этот угол комнаты угол комнаты дальше нам нужно определить где будут находиться точки схода куда будет сходиться мебель так как мебель стоит здесь ровно диван стоит прямо вдоль стены и пуф направлены спину прям по направлению в точку схода то есть он стоит параллельно стене как мы с вами выясняем где у нас находится точки схода если мы рисуем сами по референсу мы смотрим когда на фотке сходится допустим у пух и к очевидно сходится в пределы листа сама перспектива то есть где-то получается линии горизонта находится вот на этой высоте и одна точка схода у нас как правило в угловой перспективе находится внутри листа и вторая точка нам где-то сильно за пределами то есть на линии горизонта но там где-то далеко туда мы и будем сводить итак одна точка у нас там где-то за пределами, я туда провожу линию вот этой стены. Вторая точка в пределах листа, в нее свожу левую стену. Дальше я рисую диван. Через точку схода проецирую диванчик, рисую его след на полу. Дальше я поднимаю ножки. С одной стороны карандашом рисовать удобно, потому что мы можем с вами стереть. Итак, через точку схода провожу это у нас до с вами ножки. Здесь через точку схода опять замыкаем. Дальше поднимаю подушки сидушки через левую точку схода. Здесь поднимаю сейчас подлокотник, он как бы вовнутрь срезает частично диванчик и подлокотник уходит также в точку схода. И здесь он будет сходиться с линии ножек. То же самое здесь уходит точку схода и сходится с линии ножек. Дальше у нас сзади идет спинка и более высокие подушки, более высокие две большие подушки. Здесь мы видим толщину подушки и саму подушку сразу рисуем такую немного примятую. Потом идут декоративные. Одна там торчит черная лохматая, потом белая полосатая, дальше здесь коричневая посерединке. И здесь также две подушки, которые облокотились друг на друга. Одна торчит из-под другого. Дальше мы видим с вами саму сидушку дивана, подушечки и подушки две. Через точку схода вывожу сюда диван. Так и основание. Тут будут ножки, ножка, ножка. Вот у нас получился с вами диванчик. За диваном в углу стоит торшер на треноге. Определяем приблизительно его высоту. Рисуем абажур. Учитывая то, что точка схода находится выше абажура, абажур буду видеть закрытым, так как я не могу под него сильно заглянуть. И здесь я также рисую его закрытым. И теперь рисую треногу самой этой лампой. Дальше здесь будет второй абажур. Он будет стоять приблизительно на такой же высоте. Здесь опять я буду видеть закрытый овал выше линии горизонта. И здесь буду видеть немного открытый. Здесь тоже можно сделать немножко открытый, так как я смотрю чуть. Я смотрю выше, я не буду его видеть открытым. Закрытый будет овал и здесь будет закрытый овал. Абажуры темные, построение не страшно. И здесь строим треногу. То есть раз расклешенная, два и три. Дальше мы также видим, что здесь ножки как у штатива. Их можно как будто складывать и менять высоту. И они имеют коленки. И соответственно ребра жесткости, чтобы этот торшер не упал. Так, вот такие получились. У нас два торшера и диванчик. Теперь мы добавим пуфик. Пуфик стоит ближе к нам. Если его след на полу рисовать, через точку схода я его проецирую через точку схода. Дальше поднимаю, поднимаю. Здесь увожу в левую точку схода, куда диван сходился. Здесь через правую точку схода, верхние грани пуфика. Здесь опять через левую точку. Так, и вниз заворачиваю. То есть у меня не целый пуфик получился. На пуфике лежит меховой плед. Я его тоже вот так отрисую. Поверху. Меховой пледик. Так. А здесь еще стоит какая-то ваза с рогами. Немного непонятно что. Вот такая черная ваза. Учитывая, что она частично перекрывает вот эти растопыренные ноги торшеры, я все-таки ее покажу. Такая вот вазочка. Дальше у нее идет горловина. Она будет темной и из нее торчат рога. Из нее торчат рога. Можно добавлять сразу какую-то штриховку, но с другой стороны мы все равно ее потом сделаем темной. Дальше над диваном у нас висят две картины. В точку схода, в точку схода. Поднимаем далее по вертикали. Я чуть-чуть сместила композицию. Можно было повыше нарисовать. Тогда бы больше влезло переднего плана и не получилось бы столько потолка. Бывает такое, ничего страшного. Здесь у нас с вами идут портьеры. Рисуем нижнюю линию. Как раз по нижней линии мы и будем смотреть, как лежат шторы. Здесь практически все, поэтому просто мазки. Так. И дальше у нас с вами стоит кофейный столик. Я рисую его сначала проекцию на полу через точки схода, через правую, через левую. Дальше поднимаю ножки на фасаду столика приблизительно 50 см. То есть чуть-чуть повыше, чем сидушка дивана. Рисую столешницу. Рисую толщину столешницы деревянной. И здесь. Так. И потом я рисую уже сами ножки, какие есть. Они немного расклешенные. Немного растопыриваются. Такие полукруглые. Сюда, 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 сюда. Там внутри идет полочка. Толщина полочки. И на полочке лежат книжки. Они также ходят в перспективу. И там какой-то плед. Сейчас я обведу черным линером, чтобы лучше все было видно. Дальше на столе стоит поднос. Это ровный овал. На нем стоит высокая ваза с сушеными какими-то цветами. Ваза поднимаем ее. И из нее у нас там что-то листики, ягодки какие-то, что-то такое торчит. И рядом еще свечка. Но я думаю, что не стоит столько громоздить сюда предметов. И на переднем плане я не буду рисовать этот пуфик с цветком. Я нарисую частично вот этот круглоэтнический ковер. Фрагментик здесь вот такой. На полу у нас лежит доска, которая идет по направлению в левую точку схода. Прорисовываем эту доску. Так, теперь у картин здесь рисуем паспорту. Тут большая цифра а-ля Шанель номер 5. Интересно мне, чем порой меня привлекают какие-то фотографии. Мне кажется, какими-то такими элементами. Не знаю, в чем она меня привлекла эта фотография. Остается только догадываться. Вот такое у нас получилось построение линейное. Заняло 10 минут. И сейчас я добавлю черным линером уже такую более четкую финальную проработку именно самых главных моментов. Учитывая то, что здесь я рисовала без карандаша, много есть лишние какие-то линеры. Поэтому я сейчас возьму черный линер. 02 черный микро. И проработаю более видимые линии более правильно. Итак, подушку. Вот это коричневая подушка. Дальше здесь вижу полосатая подушка. Полосатая можно на ней сразу полосочки показать, допустим. Сзади торчит черная лохматая подушка. Потом у меня получается сюда попадает передний план, где я вижу вазу, которая перекрыла эту подушку. Рисую вазу. Рисую поднос. Аккуратненький овал, на котором стоит эта ваза. Из вазы торчат листики и ягодки. Сейчас мы это прорисовываем. Повыше опять листики. Теперь сам столик. Можно линию взять немного пожирнее. Столешницу стола. В перспективу. Уголок. Уголок. Здесь идет в левую точку схода. Столешница из дощечек. Можно эти дощечки прорисовать. Так. И дальше пошли ножки. Такие вот дугообразные. Здесь будет не видно за полочкой. Здесь видим. Металлические. Так. Здесь пошла полочка. Ушла. Ножка. И ножка. Частично за полочкой не вижу. Дальше перехожу к дивану. На диване здесь еще наброшен пледик. На подлокотнике. Дальше вижу здесь подлокотник. Пошла подушка. Подлокотник переходит в основание. Подушку рисуем такую немного примятую. Под ней тень. Здесь идет черная нога. Там еще одна черная нога. Доводим подлокотник. Потом мы видим самую боковинку верхней подушки. Большой. И ее приминаем. Так как она из кожи и немного помятна. Здесь мы видим две подушки. Обводим их. Уводим. Вторая подушка. Здесь тоже частично ее боковинку можно показать. И затонировать сразу линером. Построили. Второй подлокотник. Подушка чуть вперед него выходит. Тоже приминаем линию. Подлокотник уводим. Основание. Дальше за столом не видим. Тут у нас идет драпировка. Поворачиваю лист, чтобы линии шторы показать более такими смелыми движениями. Далее обвожу. Еще раз повторяюсь. Я стою выше. Мои глаза вот на этой высоте. Соответственно, я не вижу ни нижнего овала, чтобы в него заглянуть. Ни верхнего. Так. И пошли ножки. Раз, два, три. Дальше перехожу на передний план. Здесь у меня идет меховой вот этот плед. Я его вот такими же штришками линером как мех и показываю. То есть никакой четкой границы, никаких четких линий не прорисовываю. Дальше пуфик со швами кожей такой прорисовываю. Здесь тоже уголок. Покажу текстурку. Соответственно, вот то, что там внутри, потом видеть не будем. Там будет идти у нас с вами текстура меха. Здесь я рисую коврик. Теперь поворачиваю здесь, прорисовываю вот эти вот деревянные доски на полу в точку схода. Так. И осталось нарисовать вот эту правую часть. Абажур, торшер. Ну вот смотрите, на этом этапе я бы что сделала? Мне немножко торшер покосился. Это все можно, в принципе, немножко поправить. То есть, если взять его центральную ось вот здесь, то ножку просто одну сделать по центру и вторую симметрично не сильно увести. Клата эту просто оставить. Пусть ее там лучше не будет, а то как тут он очень растопыренный получился. Рисую нижнюю линию. Так. И верхнюю линию абажура. Смотрим, чтобы они были приблизительно одной высоте. Дальше здесь рисую вот этот вазон на поле. Там на стене рисую стыковку, в точку схода стыковку пола со стеной плинтус. Так. И здесь идут какие-то коряги рога. И здесь. Остались у меня постеры. Более такие жирные линии, как вместо рамы прямо у картины. Вместо рамы у постера у меня будут мои линии. На левой картине у нас там какой-то заяц. что-то он держит. Так. Стоит он там на какой-то траве. И правая картина. Наш шанель номер пять. Так. И цифра. Тоже можно цифру поправить. Вот. Допустим, вот таким образом. Вот что получилось. Получилось такое у нас тут построение. И сейчас будем подбирать маркеры, которым мы это будем заливать. Прям можно композицию на самом деле отрезать примерно вот так, чтобы это нам вообще не мешалось. Мы там даже заливать особо не будем. Теперь нам нужно подобрать палитру цвета. Те цвета, которые мы здесь будем использовать. Итак, нам нужен красивый коричневый цвет. Красивый коричневый цвет. Сейчас будем разбирать, какие у нас есть варианты. Вот этот один из моих любимых прямо оттеночков. Это BR31 скетчмаркер. Есть вот такой более насыщенный. В принципе, можно использовать оба. Будет так более сочный, потому что контрасты там достаточно сильные. Это BR50. Дальше нам потребуется светлый серый. Сейчас посмотрим тоже, какие разные оттеночки. Можно взять. Вот есть такой теплый оттенок. В принципе, для пола хорошо подойдет. Это оттенок BG13. Так, вот это что такое BG12. Еще посмотрим. Это BG13. Это BG12. Вот такой более темный. Ну, видите, он как в warm gray. У него такой теплый серый оттенок. Можно взять не такую прям теплую палитру, а взять green gray. Палитру green gray. Вот такой вот получается у него более холодный оттенок. Green gray 1. Green gray 3 вот таким вот образом выглядит. Можно такой. Можно взять и green gray 2. то есть нечто среднее между ними для передачи серого. Но с другой стороны, таким цветом мы стены не сделаем. Будет очень темно. Больше подойдет для пола. Поэтому давайте возьмем green gray 1. Еще нам понадобится темный цвет для штор и для абажуров. Нет, это слишком синий. Нужно взять серый оттенок. Темный серый. Я вообще раньше все время использовала. Вот у меня есть simple gray 11. Один из моих прям любимых всегда был оттенков. То есть это практически черный. Может быть, это и есть черный. Но вот он нам точно пригодится. И можно пока ограничиться этими четырьмя цветами и попробовать начать с них. И может быть, нам их и хватит. Там уже посмотрим. Но с другой стороны, если мы хотим тут мех передать, может быть, еще какие-то оттенки понадобятся. Давайте начнем с темного. Чтобы сразу так уже жахнуть так жахнуть. И начну я с портьер. Они у нас такие темные. И я прям по мере их движения вверх показываю такие четкие мазки. И свожу на нет туда вверх. У штор, да, самое главное, чтобы здесь был красивый край внизу. Не прямая линия, а именно складки. Дальше у нас идут абажуры. Абажуры темные, черные. Справа оставляю небольшой рефлекс. Слева блик, справа рефлекс. На этом абажуре особо на фотке вообще ничего нет. Но чтобы он не был сильно глухим, я все равно на нем оставлю небольшой блик. И справа небольшой рефлекс. Ну, учитывая, что цвет черный, тут вообще очень сложно светотень какую-то играть. То есть он просто за счет красивых мазков хорошо смотрится. Дальше здесь вокруг цифры 5. Я также более тонким наконечником заливаю. Нравится мне очень этот тонкий наконечник. Вместо прям можно какого-то линера работать. Вполне проработать детальки всегда этот маркер. Вот именно даже этот цвет я очень часто использовала. Очень хорошо его надолго хватает. Этому маркеру уже больше года. Симпл грей 11. И вот один из таких любимых для проработки. Так, я тут паспорту нарисовала. Паспорту там нету, но можно оставить. Будет так более, наверное, живописно. Нарисую черную рамочку. Видите, какой аккуратненький получается контур. Тоненькая линия. Также и у этого постера я тоже сделаю такую же рамочку. Ну и можно сюда попробовать еще в тень добавить. Хотя не особо насыщается. Потому что и так очень темный цвет. Каркас в треногу можно тоже немного добавить. Дальше у нас здесь идет ваза. Будем считать, что свет идет из окна слева. Поэтому слева оставлю глик. Справа затемняю. И можно тоже какие-то пятнышки в виде рефлексов оставлять, чтобы не было совсем глухо. Дальше добавлю тень под диваном. Вот такой вот смелой линии. И сюда тоже. Немножко такую темную. Дальше у нас вот здесь идет темная черная подушка. За растением там, за вазой рисуем. Там эту черную подушку сзади как бы. На вот этой подушке у нас идут черные полосочки. Здесь черный задник. И небольшой этнический рисунок. Опять делаю более тоненький наконечник. И добавляю сюда. Сейчас можно сказать, одним черным маркером мы уже с вами полуэскизы нарисуем. Дальше здесь идет в полосочку плед. Поэтому эту полосочку тоже показываю. Так. Теперь здесь на переднем плане опять-таки темный ковер. Рисунок я на нем буду потом показывать при помощи белой гелевой ручки. Так что пока мы его полностью можем залить. Дальше здесь у нас черный подносик. С правой стороны темнее, так как против света. Слева может никакой небольшой линк. Темный каркас у ножек. Можно потолще чуть-чуть. И здесь опять-таки лежит у нас какой-то плед в полосочку. Вот таким образом раскидали черные тона. Вот был первый маркер, которым мы уже, считайте, нарисовали с вами полэскизы. И осталось нам еще, в принципе, не знаю, можно пробовать одним коричневым. Вот если нам его уже не хватит, то взять следующий. Вот так и двигаемся дальше. Ну что, теперь возьмем более светлый цвет. То, что мы с вами подобрали, это Green Grey 1. Единичка для стен, для пола и для всех светлых элементов. Итак, беру наконечник, лопатку и начинаю с чего? Начну чуть-чуть со стены. То есть, я сейчас поверну чуть-чуть эскиз. И вот тут около окна, все равно видите, немножко размывает линия. Около окна. Затемняю. А дальше перехожу на нет. Затемняю, перехожу на нет. Вот такие смелые мазки, они всегда добавляют уверенности вам, добавляют уверенности в вас, когда видят, как вы их делаете. То есть, мы стараемся с вами вот так эффектно заканчивать. То есть, штрихуем. Здесь мы заливаем. Чем ближе к окну, тут как бы свет рассеянный не падает. Плюс у нас тут будет контейн от абажура. А дальше рассеивающаяся тень уходит на нет. И мы переходим плавно в свет. То есть, мы плавно вот так вот тогда делаем. Вот тут мне не нравится, видите, размылось. Кусок линера чуть-чуть поплыл вверх. Несмотря на то, что уже, извините, прошло два дня. То есть, у меня эскиз лежал, тут сох впитывался, но при этом все равно мажет. На самом деле, здесь очень важен выбор правильного линера. Хотя микроновские линеры – это вот must-have, который не размазывается. Но что-то здесь пошло не так вот. Такие ляпы как бы они недопустимы. Я в этом случае считаю, что линер плохой. Ну, мало ли бывает. Ладно, ничего страшного. Дальше я делаю тень от одной картины, тень от другой картины. Также можно тень показать немного снизу. Перехожу дальше. От правого торшера делаю тоже падающую тень. И опять немного поплыл линер. Мы уже не расстраиваемся. Делаем дальше тень от штатива этого торшера. И здесь тень за диваном. Заливаем весь этот угол. То есть от дивана падает сюда тень. Падущий. Падущий тень от дивана на стену. Дальше переходим на пол. Здесь будет тень от вазы. Вот эта часть стены тоже будет в тени. И вот этот весь передний план тоже затемняем. Чем ближе к окну пол, тем он будет светлее. Заливаю пол я по направлению движения досок. То есть как мы с вами линером рисовали. А вот здесь ближе к окну я делаю вертикальные мазки, показывающие как бы отражение в полу той же шторы. То есть небольшой блеск. Здесь под столом затемняю. Тень от стола сюда темнит. Я думаю ничего страшного не случится, потому что мы воспользуемся следующим по тональности маркером. Единичкой еще чуть-чуть тонирую столешницу стола и вот эти полосатые подушки. Слегка вот это, вот это и вот это тоже светлое. Затонировала. Можно немного добавить вот сюда в мех. Убираю, это был green grey 1 и возьму я green grey 2. То есть то же самое, только чуть-чуть поплотнее. И буду делать падающие тени. Опять возьму наконечник лопатку. Усилю падающую тень от дивана сюда, от вазы. Обратите внимание, тень кладу по направлению движения света в противоположную сторону. От вазы на стене. От абажура. Сюда хочу поконтрастнее показать. И допустим там от штатива. Эти рога тоже можно чуть затемнить. От дивана усилить. Толщину столешницы, стола тоже, видите, затемняем. Падающую тень от вазы на стол делаем. Можно взять сейчас у меня наконечник браш. Тут есть. Делать падающие тени от ножек. Вот эту полочку тут затонировать. Полы, соответственно, там у нас ничего белого не будет. Опять беру наконечник лопатку. Он более насыщенно рисует. И делаю падающую тень. Вот обратите внимание, допустим, наконечником браш можно работать вместо единички. Достаточно светло рисует. А если мы уже берем лопатку, получается более такой жирный и насыщенный цвет. Наконечником браш можно показать немного текстуру дерева здесь на переднем плане. Добавить немного объема в подушку. Вот тут с теневой стороны подушки. Центральная будет коричневая. Вот это тоже светлое на нее добавляем. И на наш меховой пледик добавляю сюда ворсинки. Вот таким образом. Немножечко добавили. Дальше добавлю в вазу тень с теневой стороны. То есть отсюда свет, значит, справа тень. Тень от торшера левого усилен. Падающую тень от картины справа тоже усилю. И можно на саму картину, ну это можно единичкой, добавить пара бликов. То есть чтобы она была не белая, а тоже как бы в цвет стены немножко. Вот это у нас с вами присутствовало сейчас два серых маркера green grey 1 и green grey 2. Опять беру двойку, наконечник лопатка. Поворачиваю его торцом так, чтобы я рисовала как бы вот этим тоненьким кончиком. И могу этим кончиком еще поработать над текстурой пола. Видите, как тонко рисует наконечник лопатка. И вот так я передаю текстуру. Здесь я усиливаю тень, больше делаю от столика. Вот тут под диваном тоже темней. Вот сюда перехожу справа от пуфика кожаного, который мы сейчас будем делать. Падающую тень усиливаю. А вот тут, допустим, какой-то кусок со светом. Сюда можно текстурку чуть-чуть показать. Можно усилить отражение от портьера в пол. Вот так посильнее вертикальные мазки. Вертикальные мазки – это отражение. Я люблю их делать, даже если их особо нет. Если пол матовые, все равно это добавляет эффектной живости в скетч. Теперь давайте возьмем коричневый цвет. Мы с вами подобрали два, более рыжий и более темный. Возьмем пока более светлый. Опять беру наконечник, лопатку для начала. И у нас с вами два кожаных пуфика. Соответственно, мы с вами начинаем в хаотичном порядке наносить мазки на кожаные пуфики. Смотрите затем, чтобы на стыковке меха и кожи у вас был рваный край. То есть старайтесь к меху подойти более рваненьким краем. Иначе, если вы сделаете гладкий, то эффект меха пропадет. Вот эта часть пуфика, она более светлая, поэтому здесь мы делаем несколько светлых мазков и даже оставляем небольшой блик. Вот эта вся часть более темная, ее мы заливаем плотно и слой за слоем сейчас будем уплотнять. Около меха, вот тут тоже будет темнее тень от меха. Первый слой кожаный такой получается. Дальше я бы добавила вот сюда цвет в шкатулку, которая лежит под вот этим одеялом, чтобы сюда добавить цвет. И можно немного в листики сюда тоже добавить, чтобы не ввести сюда дополнительный, допустим, какой-то зеленый или желтушный цвет. Теперь перехожу к дивану. У дивана подлокотник дальний имеет две грани. Вот эта верхняя более светлая, на фотографии она вообще почти белая. А вот эта часть подлокотника в тени. Вот эта часть подлокотника на свету. В принципе, подушки, они тоже на свету. Тень от одной подушки, тень от другой подушки. И начинаю с вами совсем слегка. Светлые части подушек, едва касаясь маркера, наношу туда цвет. Потому что здесь у меня наконечник не браш. Соответственно, я не могу такие легкие линии делать. А наконечник лопатка делает достаточно насыщенный. Здесь у нас еще есть наконечник пуля, более тонкий, деликатный. Им можно наносить мазки. Ну, как будто мы рисуем линером, но чтобы передать светлую часть дивана, мы можем как бы не полностью заливать, а какими-то штрихами. Но эти штрихи должны быть деликатные, аккуратные. То есть, я их веду по диагонали предмета. То есть, смотрите, вот у меня есть подушка. Одна подушка, допустим, вторая подушка дивана. И я наношу мазки. Даже если бы это был, допустим, потолок, неважно. Допустим, вот раз подушка, пошла. Тут синевая часть подушки, все понятно. Сюда падает свет. Я вот тут тот дальний угол как бы штрихую более плотно. А чем ближе сюда к углу, вот такая получается растяжка. То есть, там густо-густо, а потом вот такой идет на нас зигзаг. И тем самым получается, что как бы там плотность линий. Вот если бы мы рисовали с вами, допустим, полосатые, да, то чем реже я наношу полоски, тем светлее кажется предмет. Если я наношу полоски слишком близко, становится плотно. Потом средняя разряженность и маленькая. Тут то же самое. Только мы с вами делаем не одиночные полоски, а делаем вот такой зигзаг. И чем более размашистый получается расстояние между этими зигзагами, тем светлее будет казаться поверхность. Вот таким образом я и сделала здесь. Дальше у нас с вами идет, допустим, вот этот подлокотник. Можно тоже пару мазков, а этот больше в тени. Сюда больше мазков. Вот эта часть спинки подлокотника отвернута полностью. Ее заливаем. Основание дивана тоже немного зальем побольше. И тут теперь идет толщина подушек. На них мы должны нормально нанести, чтобы отличался по тону, отличалась сидушка, вот эта ее поверхность, на которой больше падает свет, от вот этой поверхности, которая вертикальная. И теперь могу вот такие вертикальные засечки, как будто мятую кожу добавить. Также вот здесь наверху тоже мы сейчас будем добавлять вот такие засечки примятой кожи, которую сначала я передавала линером, ну а теперь при помощи тонкого наконечника маркера добавляю. В тени диван штрихую в тени. И еще добавляю этот цвет сюда в тень, сюда в тень. От подушек тень поярче, поярче. И вот здесь подлокотник темнее. Сюда на шкатулку темнее. Вот эта часть дивана отвернута темнее. Ну вот смотрите, один коричневый маркер и в принципе мы очень хорошую светотень им сделали. Вот сюда еще хочется темнее. Насколько он тут сможет вот эту часть еще затемнить. Вот таким вот у нас образом получилось. В принципе выглядит прикольно, мне нравится. Я думаю, что не стоит использовать второй коричневый маркер, раз мы гонимся с вами за свежестью и маленьким количеством цветов. То есть сейчас у нас было с вами три маркера. Это SG11, Green Grey 1, Green Grey 2 и BR31. Теперь вот этим рыженьким мне нужно нарисовать центральную подушку. На ней идут полосочки как будто горизонтальные. Я вот так вот подштрихую аккуратно тонким наконечником. И в таком шахматном порядке полосочки нарисую. Такая буклированная там подушечка. Создадим эффект текстурки. Вот такой вот. Можно еще добавить с теневой стороны сюда насыщенность и сюда. Теперь, чтобы нам сделать с вами меховой пледик, можно взять линер серый, который мы делали по строению. И сюда добавить сейчас проработку именно серым и черным линером. Во-первых, уберется то построение, которое там внизу у нас осталось. Вот. И упираем это по строению пуфика. Это был у нас серый линер. Можно им также подштриховать, допустим, теневую часть столика и сюда текстурку немного добавить. Если будет видно. Если он у вас вообще есть этот серый линер. Ваза тоже имеет такую текстуру. Как будто из горизонтальных колец тоже можно с серым линером здесь ее подштриховать. Теперь можно взять черный линер и добавить также меховушку при помощи черного линера тоненького. Добавить сюда текстурки. Вот тут чем ближе к коже здесь получается мех темнее. Соответственно, можно даже на кожу добавить немного тень при помощи линера. Таким образом мы можем с вами регулировать тональность, насыщенность, тень. Не прибегая к новым более темным цветам. И в мех продолжаем такими вот волосистыми линиями. Мех это такая текстура, которую быстро никогда не нарисуешь. Поэтому если встречается она, то будьте добры уж тут постараться. Невозможно двумя мазками передать мех. Можно также добавить еще немножко текстуры на пол при помощи черного линера. Но не нужно это делать везде. Пусть это будет в каком-то месте. Допустим, вот сюда бы я еще тень добавила в эту часть стола. И теперь возьму опять green grey 2 и усилию еще падающую тень вот в этой части стола и там под диваном. Вот тут вообще затемнить еще хочется. Так же как и сюда затемнить. И здесь от пуфика тоже падающую тень усилить от дивана. Насколько маркер у нас впитывается, настолько мы имеем возможность дальше делать насыщенность. Ну тут сколько слоев получается, у кого-то там 2-3 слоя уже бумага не берет. Здесь вполне неплохо все у нас получается. Вот такой вот у нас получился достаточно быстрый скетчик, эффектная заливка, быстрая. Можно еще чуть-чуть добавить тень. То есть тут вы смотрите, набирается ли еще по тону у вас маркер. И еще добавить немножко. Допустим сюда еще можно вот шовчик, тенюшку добавить от подушки. Под подушкой поярче и здесь под подушкой сюда. Вот тут даже не нужно, я не вижу тут необходимости сейчас. Несмотря на то, что это кожаный диван, пастельным карандашом добавлять текстуру. Он и так выглядит кожаным и интересным. Так что давайте не будем перегружать. Пусть будет такой легкий быстрый скетч, нарисованный четырьмя маркерами. Вот на этом я с вами прощаюсь. До встречи на других уроках. Рада, что вы посмотрели видео. Пока-пока.